Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы начинаем изучение книги Наимии. В этой книге рассказывается о том, как после Вавилонского плена евреи начинают возвращаться в землю обитованную, в Иерусалим. И первая их задача – надо было отстроить стены Иерусалима, потому что начать восстанавливать храм без стен вокруг Иерусалима было небезопасно. И вот этому посвящена эта книга. В духовном смысле стены вокруг Иерусалима – это ограда вокруг Божьих заповедей, чтобы никто не стремился бы нарушать закон. Вот с этой духовной точки зрения мы тоже будем смотреть на этот текст. Итак, книга Наимии, глава первая. Слова Наимии сына Ахалина. Далее рассказывается о том, как Наимия скорбит об Иерусалиме, и дается молитва Наимии. В месяц Кеслеве в 12-м году я находился в Сузах, престольном городе. То есть Наимия находился вдали от родной земли, в Вавилонском пленении. «И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме». То есть он спросил от тех иудеев, которые не попали в плен и продолжали жить на святой земле. А большая часть иудеев была уведена в Вавилонский плен. И мы видим, что он спрашивает об иудеях уцелевших и об Иерусалиме. Иерусалим — это сердце религии Ветхого Завета. Это святой город, который воспевается в Священном Писании, в книгах Ветхого и Нового Завета. «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. «И говорил, Господи, Божий Небес, Божий Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Бог оберегает свой завет, который он заключил со своим народом. Есть два завета. Завет Ветхий, в котором пребывали чадо Божие по плоти, и завет Духовный, Новый Завет, в котором пребываем мы, христиане, по духу. И вот он продолжает молиться. «Да будут уши Твои внимательны, и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба». Это антропоморфизмы. У Бога нет, понятно, ни ушей, ни очей. Бог есть Дух. Речь идет о чем? Когда говорится об ушах Господа, да будут уши Твои внимательны, это просьба выслушивать молитвы, которые обращены к Богу. Когда говорится «и очи Твои отверсты», это просьба взирать на молящихся, чтобы обеспечить им поддержку. То есть объективно оценить их положение, рассмотреть, увидеть, но в таком аллегорическом смысле. «Да будут уши Твои внимательны, и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюся пред Тобою о сынах Израилевых». То есть он составил молитву, и этой одной молитвой молился день и ночь. «О сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом Отца моего». То есть он молится за сынов Израилевых не с позиции осознания собственной праведности. Он понимает, что он тоже виновен, и дом Отца его тоже несет на себе некую вину. «Мы стали преступны пред Тобою, и не сохранили заповедей и уставов, и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему». Здесь он говорит о заповедях, уставах и определениях. Стена, которая будет построена, она символизирует собой как раз вот эти уставы и определения, которые удаляют человека от возможности нарушить заповедь. И это очень важно, когда мы не просто имеем заповедь «не убей», а придерживаемся определенных принципов в каждом случае, чтобы удалить себя хотя бы от косвенного нарушения этой заповеди. «Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря, если Вы сделаетесь преступниками, то Я рассею Вас по народам, а когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы Вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу Вас, и приведу Вас на место, которое избрал Я, чтобы водворить там имя Свое». Эти слова мы находим в книге «Второзаконие», 12 глава и 30 глава. «То есть Господь обещал им, да, Вы будете грешить, за это будете наказаны, потеряете эту святую землю, но потом я вспомню о Вас, и где бы Вы ни находились, хотя бы на краю неба, то есть имеется в виду горизонт, за горизонтом, я все равно Вас верну назад». Вот это окончание молитвы, и далее говорится «Они же, рабы твои», здесь у него цитата шла из «Второзакония», а тут он уже своими словами говорит. Здесь окончание как бы части библейской молитвы, а тут он своими словами молится. «Они же, рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею, великою и рукою твоею могущественную». Таким образом, Наимея научает нас молиться словами Писания, когда он дает прямые цитаты, и допускается молитва своими словами. «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих», то есть если они тоже будут молиться, «любящих благоговеть перед именем твоим». То есть благоговеть – это значит испытывать богобоязненность. В еврейском языке есть разные слова, которые означают страх. В одном случае страх – это паника животная, а в другом случае – это священная богобоязненность, о которой сказано, что страх Господень – начало премудрости. «И поспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего». То есть он хочет хлопотать перед правителем, которому он прислуживает, он хочет хлопотать перед царем языческим, чтобы можно было начать отстраивать стены Иерусалима. И в окончании этой главы он говорит, «я был в виночерпием у царя». То есть вот этот человек имеется в виду, царь. Таким образом, Наимия дает нам совет. Если мы готовимся к встрече с каким-нибудь начальником, обязательно помолиться, чтобы Господь помог нам, чтобы встреча прошла бы хорошо. Итак, сегодня мы кончили изучение первой главы книги Наимии. «Если будем живы, Господь позволит», в следующий раз мы будем читать вторую главу этой книги. «Если будем живы, Господь позволит,